Всем привет, это Новый Влог. Я в магазине спецодежды. Вот гадайте, сколько стоит эта куртка охранника. Между прочим, вообще почти фиксом. Полторы тысячи. Офигеть. Босс и модная шапка. Нет? Да, нормально. Нет, на первоначальном как-то померила, прям хорош. Вот, ребят, где надо одежду брать. Обычной шапкой. Да. Дефолтная, черная, хорошая. Ты, сто один, сто один рубль. У меня же пуховик есть, тебе? На, все, берем. Вот в таких магазинах закупаются реальные пацаны. Смотрите, куда мы приехали. МРТ, диагностика. Вот. Такой подарок на день рождения сделали мне родители. Ну, точнее, они мне просто подарили деньги, а я уже сама решила, что я пойду на МРТ. Я хочу сделать МРТ. Всей спины, с шеи до копчика. Вот. Потому что я вечно мучаюсь с ходьбой, мне тяжело ходить, стоять. Вот. Ну, у меня, короче, что-то с поясницей. В шее я уже делала МРТ два года назад, у меня была грыжа. Но я забила. Вот. А сейчас у меня что-то поясница болит. Возможно, я еще колени сделаю, если мне разрешат. Потому что я записалась только на весь позвоночник. Это стоит восемь тысяч. Вот. Так что вот такие у меня подарки на день рождения. Стельки. МРТ от родителей. Стельки от бабушки. От Дани массаж. Вот. Нет меня. От Таек. От Таек. От Даниных родителей. Аквапарк. Как мы с Дани наплаваемся, надышимся солью в соляной комнате. Короче, вообще счастье. Очень здорово. Я очень хочу в аквапарк скорее. Но мы пойдем через неделю, потому что пока у меня болит грудь. Все. Побежала, а то уже опаздываю. Итак. Я сходила на МРТ трех отделов позвоночника. И вот три моих результата. Давайте начнем изучать. Вам расскажу. В общем, поясница. Самое мое больное место. Картина дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. То есть изменения есть. Протрузии дисков L3, C1-C1. Сглаживание салардозы и вертикальная ангуляция копчика. В общем, вот сейчас здесь будет картинка. Вообще, как выглядит, ну, как называются наши диски позвоночника. Вот. И у меня получается L1, L3-C1. Вот там у меня протрузии. А что такое ангуляция, я не знаю, кстати. Вот. Вообще, в детстве я падала один раз. Очень больно на копчик. Зимой на лед. С корки. И очень больно мне было. И мы, по-моему, к врачу не ходили. Ну, я прям помню, что это была жесть. Может быть, тогда я повредила его. Потом, смотрите, шея у меня тоже картина изменений вот этих вот шейного отдела. Протрузии дисков C3, C7. Вот снова картинка. Вот этих дисков у меня протрузии. А было в прошлом году, ну, три года назад, только C4-C5. То есть сейчас стало C3-C7. И скважность лордоза тоже. И последнее, это грудная клетка. Здесь все супер. Никаких картин начальных, начальных изменений. То есть там картина изменений, а тут начальных. То есть, короче, вот, крыша протрузии не определяется. В общем, все супер. Вот. Вообще, мне дали еще диск. И это надо сходить к врачу, чтобы он это все расшифровал. Потому что диск этот нельзя просто вставить в свой компьютер, потому что там определенное программное обеспечение нужно и все такое. Еще мне предложили купить снимки в 500 рублей за отдел. Но я не стала покупать. Вот. Но вообще она сказала, что 5 лет они хранятся у них. Я смогу, если что, снимки в любом случае купить. Вот. Такие дела. Теперь Даня тоже хочет на МРТ. Очень. Потому что я занимался с 14 по 17 лет спортом. Ну, прям этот... Шаубиста. Да, прям хотел бодибилдингом. Я прям хотел стать качком. То есть, я делал все направленное... То есть, повышал веса, максимально занимался базой упражнений дел. Это приседал со штангой, тянул ее по-всякому. Я приседал, ну, рекорд мой, я сотку брал, ну, на спину прям клал. 16 лет, 15 лет. Да, 100 килограммов приседал. Причем с техникой такой-сякой я гнался за весами. Мне хотелось большие веса поднимать, быть крутым. И это явно сыграло свою роль. Ничего не болит. Все хорошо. Но это невозможно. По-любому что-то произошло. И у меня дилемма. Узнавать, что у меня там стерто и смещено. Или лучше не болит, или лучше не знать. Пишите. Как вы стучите? Да. Я вас до сих пор не знаю. Ну, МРТ это круто, потому что это безвредно, никакого излучения. Вот. И в случае что, Настиль может следить за динамикой. Да. Если поставят какую-то грыжу или еще что-то, она будет знать, что вот два года назад... Да, у меня был такой результат. Так что я вообще денег на это не жалею, потому что... Ну, вот я не жалею на две вещи. На здоровье денег и на еду. И на одежду? Нет, на одежду жалею. Вот на еду и на здоровье никогда денег не жалею. Ну, а готова хоть завтра еще раз сходить на МРТ, проверить результат. Потому что все-таки здоровье это важно. Ну, и плюс у меня... Я когда схожу к невропатологу с этими бумажками и с диском, он там все расшифрует. Вот. У меня будет настоящая отмазка, что потом, когда мы будем по Москве гулять 20 километров, я сказала, так, у меня протрузии отделов таких-то я не могу изменить. Вот ты расстроишься, когда тебе выпишут прогулки на свежем воздухе 20 километров в день. Ну, надеюсь, нет. Кстати, я еще забыла вам рассказать. Такой трэш. Вчера мы с Даней заказали мне еще генетический тест на определение моего происхождения. Это вообще суперинтересно. Спасибо моей сестре Ане за то, что она подарила мне денежку на этот тест. Она сама сдала его полгода назад. Вот. Так что, в принципе, у нас результаты должны быть похожими. А еще в этой программе называется сайт Генотек. В этой программе можно... Есть генетическое дерево, и можно, получается, себя внести туда, и она туда внесла. И программа будет понимать, что мы родственники. И вот у нас такая вот, в общем, такая штука. Короче, прикольно, вот. И у нас вчера произошел очень большой трэш. Короче, мы, знаю, не нажимали что-то заказать тест. Там ошибка была. Мы четыре раза тыкнули. Потом я захожу на карту, и у меня написано минус 46 тысяч. Я такая, что? У меня просто паника, сердце остановилось. Я думаю, все, конец. Я уже представила, кому барыжить эти тесты, дарить кому. Мы даже позвонили в поддержку, но потом я поняла, что все нормально, цифры красные. То есть эти деньги не списались. И я успокоилась, слава богу. Но это был трэш. Просто не приходили ни смс-ки, ничего. Просто списались, типа, деньги. Это странно. Просто мы рассчитывали, что будет, типа, смс-ка придет. Короче, мы пересрались, да, не просто капитально. Ну все, заказали тест. Он придет в течение трех дней. Я так понимаю, там будет слюна. Так что в этом влоге мы с вами сдадим этот тест. И попробуем, короче, узнать, что как. Там, по-моему, слюну надо будет взять. Потом на следующий день позвать курьера. Он придет и заберет. Вот. Вроде такая система. Вот вам небольшой спойлер. Мне уже рассказала Аня, что происхождение у нас с ней от северных народов. Там Удмуртия, Монголия, по-моему. Ну вот что-то такое. В общем, северные народы. Вот. Но там еще будет здоровье. Все твои возможные риски заболеваний, предрасположенность. Ну вот все такое. Так что очень интересно. Тест стоил, по-моему, 7 тысяч. Это большая скидка была. Потому что якобы он стоил 24 тысячи. 24 тысячи. Ну это, мне кажется... Генетический паспорт. Ну, мне кажется, это бред. Это уловка, да. Но там комплекс... В этот комплекс много чего входило. Ну, очень много, да. Короче, классно. Просто одна базовая, просто родословная, стоит 7 тысяч. А у тебя еще и здоровье, и все, что, все. Это все месяц. Круто. Вот это я обязательно тоже хочу узнать. Потому что это очень интересно. Когда-нибудь уже сдам. Мне пришел генотез. Тест, короче, генетический. Так он выглядит. Внутри генетический тест. Вау. Смотрите. Офигеть, как прикольно. Тут такая молекула. Открывать здесь. Олег. Боже, как сложно. Мне кажется, что я уже сейчас все сломаю. Боже, мне страшно. Нашел родственника в Австралии. Такой наклеечка. Боже, не хочу ничего лишнего сделать. Сложная очень запаковка. Регистрация пробирки и вызов курьера. О, боже, как сложно. Смотрите. Воронка для сбора слюны. Пробирка для слюны. В мягком боксе. В общем, плюешь воронку и в бокс это собираешь. Какая инструкция? Обычно для ТНК-теста создается слюна. В ней достаточно генетического материала для анализа и она хорошо хранится. За 30 минут до сдачи анализа нельзя пить, есть, чистить зубы, полоскать рот и курить. Гель на дне пробирки. Это консервант. Он помогает сохранить слюну во время транспортировки. Собранную слюну необходимо хранить при комнатной температуре от 15 до плюс 25. Слюна в консерваторном виде может храниться несколько месяцев. Выньте пробирку из мягкого бокса, зарегистрируйте номер пробирки на сайте или по телефону, накрутите воронку на место крышки, наполните пробирку слюной. Важно, чтобы уровень жидкости, но не пузырьков, совпадал с отметкой на пробирке. Накрутите крышку на место воронки и поставьте пробирку в мягкий бокс. Вместите мягкий бокс в пробирку в черную коробочку. Накройте коробочку серебряной крышкой и вызовите нашего курьера на сайте. В общем, вот это вот нельзя терять. А какая серебряная коробка? Ну, они, конечно, так запаковали. Я даже обратно не знаю, как это вставить. Блин, из-за того, что у меня при рендере почему-то очень плохое качество, я вынуждена снимать со вспышкой, и у меня красные глаза из-за этого. В общем, я не знаю, что-то не так с рендером. Там после рендера все в пикселях даже. Ну, кадры, которые сделаны в темноте, а у меня почему-то этого света не хватает, и все равно все в пикселях. Поэтому, короче, я не могу дваждаться Даню. Он меня задолбал своими съемками. Я уже жду его часа-полтора, чтобы сделать тест. В итоге все, мне надоело, я его делаю сама. Так, вот такая получается пробирка. Здесь мой код. Вот он. Девочки. Вот такой код. Мои пробирки. Фирма называется Genotec. Мне сейчас надо снять пробирку. Ой, открыть пробирку. Там внизу какой-то консервант. И накрутить вот так воронку на пробирку. И до вот этой линии надо наплевать оттуда. Без пузырьков. Важное уточнение. Блин, а про пузырьки хорошее уточнение, потому что у меня все в пузырьках. Вот моя слюна. У меня почему-то все в пузырьках. Я не знаю. Как понять? Видимо, линия вот у меня до сюда наплевана, а пузырьков, блин, до сюда. Все. Вся пробирка в моих слюнях. Ставим в эту штуку. И закрываем. И отправляем завтра курьером это. Сейчас на сайте надо зарегистрировать мой номер пробирки и вызвать курьерами завтра. Сегодня, ну, следующий день. Курьер должен, получается, забрать тест кинетический. Я оставила его Дане. Потому что Даня сегодня осталась там в сточке, а я поехала по выручкам. Вот. И не могу не поделиться, какой сегодня замечательный день. Сегодня очень классная погода. Ну, прохладно. Да, уже холодно. Первые эти холода наступают. Вот. Мы переобули вчера резину на машине на зимнюю. Хотя говорят, что ноябрь будет еще не таким холодным. Но, например, на следующей неделе уже, так поняла, снег. И минус. Вот. Сегодня где-то, ну, градус один, наверное. Я в своем теплом пуховичке. Мне очень тепло. Ну, короче, супер. Еще вчера было собрание у нас, общедомовое. И тоже очень приятная новость, что у нас, наконец-то, будет интернет. Уже на этой неделе. Начнут подключать. Какие-то... Какая-то компания согласилась. Просто... Какая-то компания, в общем, согласилась нам провести интернет. И это очень хорошая новость. Потому что у нас в доме нет интернета. Это вообще... У нас, короче, дом очень проблемный, на самом деле. Ну, это вообще нечто. Мы собираемся постоянно решать какие-то вопросы. То у нас мусорная площадка не согласована. Там контейнер не там стоит. То там еще что-то. Короче, сложно. Блин, ребят, смотрите, я говорю. И от меня пар. Я сейчас отвозила Полину домой. Мы проезжали колонку. С... Ну, эту дырку в асфальте. Откуда шел пар. И мы такие, блин, вау. Типа, людей 22 года, ничем не удивить. Тем временем мы, вау. Пар. Еще звезды такие красивые опять. Господи. Я вообще не могу. Я... У меня какая-то ненормальная любовь к звездам. Я просто... Ну, вообще... Восхищен, да. Мы сейчас смотрели сейчас комика Андрея Репетова. Мы часто его смотрим. Ну, как часто. Ну, короче, очень классный чел. Вот. Вы сейчас откройте дверку мне. Молодцы, ребят. Спасибо. И он... И он... Короче, посмотрите. Это вообще 10 из 10 топовых щел. Андрей Айропетов. Посмотрите у него рубрику сладкая жизнь с Андреем Айропетовым. По-моему, так называется. Короче, это гениально. Короче, ребята, мы пришли на аниме-ярмарку с Полиной. И мы пришли в последний день. И уже все купили. Последний день. Да, несколько часов. В общем, здесь вообще много всего. Здесь вообще дофига всего. Вот. Но, блин, реально, с Геншином просто купили вообще все, что только было. Это очень грустно. Но ничего, мы ждем, пока они приедут еще раз сюда. Полина, расскажи, как ты нашла ярмарку? Я, короче, загуглила. Мы с Настей просто хотели на ярмарку. Да. Я загуглила, типа, ярмарка Череповец. И мне выдала вот это. Вот это. И мы сюда пришли. Короче, вообще. Так, показывай, что я возьму. Единственное, что я нашла с Геншином, это ручки. Вот такие солои и тарталии. Вот такие наклейки. С такой титанов. Кстати, мы не досмотрели последний сезон. Вот такие с Наруто наклеечки. И тетрадь, куда буду записывать тех, кого я ненавижу. Все. Настя украшивает. Мне не очень вообще. Не, давай. Как с Пинтерст. Почти. Без крема, да. Блин, ладно, похуй. Да, сейчас. Сейчас. Вот такой у нас получился Брэд. 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 На, это тебе. Вау. Можешь вылезать. Знали бы вы, как это вкусно. Брэд. Знали бы вы, как это вкусно.